Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Я Юрий Алаев, который обычно ведет программу «Акцент», но сегодня у нас особый случай. Как вы видите, в студии довольно много людей. И сегодняшний выпуск программы КФУ «Вчера, сегодня, завтра» посвящен только что завершившейся, ну, предварительным итогом, скажем так, только что завершившейся авторитетной крупной международной конференции по математике, посвященной памяти двух выдающихся ученых и профессоров Казанского университета Широковых, отца и сына. И в студии я с удовольствием хочу представить Надежду Саннушироку. Она приехала специально сюда с Пала-Альта, Стэнфордского университета, для того, чтобы прочитать здесь лекцию и поучаствовать в этой конференции. Также в студии академики Юрий Леонидович Ершов, представляющий здесь Новосибирск. Москва представлена тоже академиком Анатолием Тимофеевичем Фоменко. Рядом со мной по правую руку человек, которого называют мотором или душой организации этой конференции. Марат Мирзович Арсланов, зав. кафедры алгебры и математической логики Института математики и механики имени Лобачевского. И директор этого института Храмченков Максим Георгиевич. Вот редко мы с вами общаемся, извините мне мою маленькую запинку. Но, коль уж мы заговорили о конференции, это, собственно говоря, повод для того, чтобы собраться здесь. Давайте, если не возражаете с вас, какие ощущения, как бы вы оценили итоги? Не обязательно строго математические. К строго математическим итогам мы чуть позже обратимся. Я только что говорила на закрытии конференции, что это просто удивительный праздник, который нам организовали, математический праздник. Огромное спасибо, в первую очередь, Марату Мирзовичу за колоссальный труд. И Максиму Георгиевичу тоже, конечно. Все говорили, я не могу быть ответственной за все, что происходит в России, но все академики говорили, что это практически конгресс, что это очень хорошо для российской математики, что съехались специалисты по трем специальностям. И все доклады были очень интересны, молодежь принимала участие и рассказывала о недавних результатах. 15-16 год. До этого конференция, если я не ошибаюсь, в 2014 году аналогичная проходила, да? Ну, не такая аналогичная. Не столь масштабная? Более узкоспециализированная была. И, ну, как бы, по масштабу, ну, трудно сравнивать масштабы, потому что, если вы сужаете тематику, вы меняете масштаб конференции. Масштабе охватывается. Масштабе вот это, да. Раньше мы проводили действительно такие конференции. Последняя проводилась в 2014 году. Но сегодняшняя конференция, нынешняя, она отличается тем, что она охватывает фактически все разделы. Классические разделы математики, алгебра, анализ и геометрия. А раньше мы проводили конференции по алгебре, конференции по анализу, конференции по геометрии, по отдельности. Вот это первая конференция в истории Казанского университета, насколько мне известно. По крайней мере, в моей памяти. Где вот такая крупномасштабная охватывается все классические разделы математики? Это преимущество, что на одной конференции собрали все три относовые отрасли, или это немножко затрудняло ее работу все-таки? Почему прежде проводили узкоспециальные конференции по алгебре, по матанализу, по геометрии, а сейчас совместили? Ну, получилось так, что тут время такое, юбилей Петра Алексеевича Александра Петровича Широковых. А ведь Петр Алексеевич, он не только геометр, он математик в широком смысле слова. Он один из основателей Казанской математической школы, вместе с Николаем Григорьевичем Чеботаревым. Поэтому было естественно не ограничиться рамками геометрии или там алгебры, а привлечь и математику в более широкого профиля. Спасибо, все понятно. По отраслевым, вот если смотреть, мне не хотелось бы, конечно, углубляться. Я боюсь, что телезрители, если мы углубимся в предмет, перестанут нас понимать на какой-то стадии. Но буквально в двух словах, что бы вы выделили по каждому из разделов? Наиболее впечатляюще, что вот вас, например, впечатлило? Или ничто не впечатлило? Нет, ну, впечатлило, на самом деле, вот то, с чего мы начали, широта этой конференции. И я должен сказать, что, может быть, многие участники конференции, выслушивая доклад по одной дисциплине, вдруг узнавали, что в ней используются другие разделы математики. И что, ну, на самом деле, у меня есть любимый лозунг, который «математика едина». Лишний раз убедиться, что математика едина, было на самом деле. Частью праздника, да? Да, самый последний доклад был доклад по логике. А все там было двойственность Пантрягина. Ну, как говорится, почти вся математика, отношения эквивалентности и так далее. Ну, вот, лишний раз убедиться, что математика едина, и что в ней продолжают получать интересные результаты. Ну, и, естественно, встретиться с людьми, поскольку, вот сказали, что такая широкая конференция редко случается, то мы просто познакомились с некоторыми людьми, с которыми традиционно мы не встречались. Так что... Илья Иванович, вы сейчас упоминали, упомянули фамилию Портнягина. Пантрягина. Портнягин, извините, да. Я смотрел программу конференции, несколько, по-моему, два или три доклада, в которых упоминалась фамилия Ли. Пусть меня простят математики, мне-то она ничего не говорит, но я почему об этом спрашиваю. Существует, ну, такая уже почти аксиома, да, или, во всяком случае, общее место в рассуждениях, что в современной науке одиночке ничего сделать не в состоянии, что она исключительно дает плоды в силу коллективных каких-то вложений или усилий, простите за тавтологию. Судя по программе конференции, по вашим высказываниям, ну, там можно вспомнить, я не знаю, Тюринга, Виннера и так далее. Ну, вспомните, я об этом вспомню еще. Когда вы будете по прикладной говорить оспекте, я еще вам скажу. Сейчас мы к прикладной части обратимся. Так вот, судя по этому, математика как раз та область знаний, которая абсолютно, ну, такая персонализированная. Это так? Почему так происходит? Математика в основе всего. Те, кто за математикой, да, или, если угодно, питаются математическими основами, говорят, нет, мы в одиночку ничего не можем. Время энциклопедистов прошло, вот мы должны в какой-то коллектив, и вот тогда мы что-то такое родим. А математики по-прежнему остаются такими индивидуалистами. Коллеги, позвольте мне. Да. Вот почему. Я сам по специальности не математик, я механик, и занимаюсь механикой горных пород, или там по-английски рок-меканикс, можно назвать это геомеханикой. И мне интересен всегда был этот вопрос. Действительно так. Математикой ее очень трудно сделать такой коллективной наукой в современном смысле слова, потому что математик думает и работает один над своей проблемой. Над этой проблемой могут работать много математиков, но результат, как правило, достигается одним, ну, несколькими людьми. Причем эти люди могут этот просто результат достигнуть независимо друг от друга. И в этом смысле это прекрасно, потому что математика несет на себе тем самым традиции, вот сохраняет традиции классической науки такой вот. Науки, которая существовала, как и математика, она может быть самая древняя из наук, она существовала и существует с давних пор. Вот эти традиции, вот именно способ получения результатов математиками, они сохраняются поэтому. И у других наук, без всякого упрека в их адрес, ну, вот, например, открытие химиков или физиков, там участвует просто много людей. Ну, да. И получают, это чисто технологический процесс, а у математика, ну, за исключением интенсивной компьютеризации некоторых областей математики, в общем-то, ничего не поменялось. По-прежнему нужна бумага, ручка или карандаш и голова. Ну, и кости. Ну, не обязательно. Ну, вот голова точно нужна. Голова нужнее. Ну, наверное. Мне недавно, к вопросу вот о прикладных моментах, мы сейчас как раз о них бы и хотелось поговорить чуть побольше. Мне недавно на глаза попалась статья Кулешова, да, директора Сколтеха, где он, ну, не то что сетует, но так у него там серия упреков в адрес математики, которые не могут обеспечить инженерное образование и инженеров некими, если я правильно его понял, вот блочными такими решениями, чтобы инженер не влезал там, решая конкретные сугубо какие-то производственные задачи, вот в эти вот многочисленные расчеты. А ему просто условную флешку, вот предложил математик какой-то инструмент, и говорит, вот ты вот это вот сделал, и у тебя все пойдет. Насколько вообще современная математика, наша прежде всего, извините, Надя Александровна, я сейчас просто российская немножко, да, удовлетворяет потребности подготовки вот в том числе инженерных кадров, или, например, биологов, или биохимиков? В нескольких словах, как бы вы охарактеризовали эту ситуацию? Ну, вот я не знаю, вопрос, я не видел этой статьи Кулешова, уж очень он как-то поставлен достаточно специфически, с чем трудно согласиться. Вот я хочу сказать, что я являюсь, вхожу в число студентов, самых первых выпускников Новосибирского государственного университета. Вот Новосибирский университет был создан вместе с созданием Сибирского отделения, и основатели Сибирского отделения, вот академик Лаврентьев, который был главным, потом академик Соболев, основатель Института математики в Новосибирске, ну, и мой учитель, академик Мальцев Анатолий Иванович, вот, они обдумывая, так сказать, особенности, вот, университет, то есть они сразу понимали, что без университета, как говорится, научное сообщество жить не может, надо всегда иметь подпитку от молодежи. И с самого начала была установка о том, что на всех факультетах должна преподаваться математика достаточно высокого уровня. Ну, и нужно сказать, что эта особенность образования Новосибирского университета, на самом деле, сказалась в течение довольно короткого времени. Университет стал достаточно известным, ну, а выпускники стали пользоваться большой популярностью. Значит, это касается и выпускников естественного факультета, где готовят биологов и химиков, они получали весьма серьезную математическую подготовку. Я уж не говорю о экономистах. Вы, может быть, ну, кто-то не знает, но в институте математики и в университете в Новосибирском работал нобелевский лауреат Леонид Витальевич Конторович, академик. Он математик, один из двух математиков, которые получили нобелевские премии. Известно, что нобелевские премии математикам не дают, но их дают экономистам. И вот один из этих математиков был... Ну, Кондратьев еще, по-моему, был, да? Нет, Нэш. А, Нэш еще был. Нэш, который получил обе высшие награды и премию, и нобелевскую, и абелевскую премию. Но возвращаясь, к сожалению, с получения абелевской премии, он погиб в автомобильной катастрофе. Ну, это уже, как говорится, детали. Ну, вот я к чему хочу сказать, что вот, значит, фен, экономисты, потом геологи, значит, геологи получали весьма серьезную математическую подготовку. Ну, даже у гуманитаров, на самом деле, было... В то время, правда, это не получило широкого развития, но сейчас некоторый возврат идет, это мат-лингвистика. То есть даже гуманитаров, так сказать, пытались учить. Поэтому я считаю, что вот дать базовую, именно университетское, университетское математическое образование современному студенту или выпускнику университета является необходимым. А вот чисто прагматически, чтобы математики создавали какие-то программы на флешках, которые инженеру дать... Ну, я не знаю, инженеры раньше пользовались логарифмической линейкой, но пользовались, пользовались. Кто-то ее придумал, это хорошо, но это значит, что проблема решена была, что ли, нет. Так что серьезную математическую подготовку всем студентам, по крайней мере, университетов, хороших университетов давать необходимо. Но не в такой рецептурной форме, как, как говорится, набор флешек. Да. Вот это сейчас начинает уже понимать, и поэтому действительно вот математическое образование получает теперь фактически все, в каких бы областях они не работали. Вот у меня был студент, вот Юрий Леонидович его хорошо знает, математик, блестящий математик. Он являлся одним из победителей Международной математической олимпиады Валерий Дмитриевич Соловьев. Он кандидатские диссертации, докторские диссертации защитил в области математики, а сейчас работает в математической лингвистике. И, кстати, он уже оброс многочисленными учениками, развивает целые направления. Один из самых таких ярких представителей науки у нас в Казанской университете. Смотрите, из того, что сейчас Юрий Леонидович рассказывал, я могу сделать вывод, или я так понял во всяком случае, что достаточно было появиться двум-трем людям, которые понимали значение математики, извините за штамп развития подрастающего поколения. Они организовали это преподавание, и уровень Новосибирского университета в этом смысле резко вырос. Да. Резко вырос. То есть, дело не в том, что у кого-то там есть способности, у кого-то нет способности, у кого-то больше мозгов, у кого-то меньше. Вот наладили дело, и математическая подготовка выросла. Я правильно понимаю? То есть, если зайца долго бить, то можно научить его спички зажигать? Есть, конечно, другая особенность. Поскольку уровень математической подготовки в университете, как говорится, высокий, то для того, чтобы полностью реализовать эти потенциально большие возможности, нужно, чтобы студенты были готовы это воспринимать. И в этом отношении университет, вернее, сибирское отделение, с самого начала озаботилось о том, чтобы к нам приходили хорошие студенты. То есть, все-таки отбор. Ну, какой отбор? Была создана при университете физико-математическая школа, была организована физико-математическая олимпиада, которая посылала отряды с учеными во все областные центры Сибири и Дальнего Востока. Там отбирала, ну, так сказать, проводила олимпиаду, это позволило выявлять и хороших школьников, и, что очень важно, хороших учителей. Когда было ясно, что вот в таких-то местах, там, между прочим, в Якутии, в некоторых довольно отдаленных местах, оказалось, что там готовят хорошо школьников. Ну, и на таких учителей тоже было, как говорится, птичка поставлена, мы им благодарственные письма посылали, и всегда знали, что туда можно обратиться. Поэтому нужно заботиться и об уровне студентов, которые приходят. Одно дело дать, так сказать, читать лекции там выдающимися специалистами, но если их не понимают, то, извините, этого недостаточно. Еще в развитии одного вашего тезиса вы сказали, что в университетах должна быть хорошая математическая подготовка на всех факультетах, на всех отделениях, если мы хотим чего-то добиться. Применительно к Московскому государственному университету, сейчас к Казанскому, чуть позже перейдем. Анатолий Тимофеевич, можно ли сказать, что вот это вот должно, оно уже есть? – Или это пока ваши пожелания, которым еще… – Не, ну можно с моим тезисом и не соглашаться. Это я сказал, что основатели Новосибирского университета так подсчитали, и я считаю, что это было правильное решение. – Возвращаясь к предыдущему осуждению, хочу добавить пару слов. Математики, конечно, вообще в науке всегда была и остается очень важной роль лидера. Лидеры нужны. Нужен мотор, который за собой будет тянуть учеников коллектива. Возникают школы. Поэтому, с одной стороны, очень важны лидеры, и в то же время важны школы. Надо сохранять традиции математические. Современная тенденция, к сожалению, идущая сверху из министерства, она как бы идею школ поддерживает очень слабо. Школы нужны. Хороший пример – Казанский университет. Замечательная школа, возникшая со времен Лобачевского, она есть, она развивается, и в ее рамках, конечно, надо воспитывать молодежь. Извините, пожалуйста, маленькое уточнение. Вы сейчас имеете в виду математическую школу, а не общеобразовательную школу или лицей при университете? Скорее, нет. Я сейчас говорю о школах математических. Научные. Научные школы. Должен быть лидер, около него возникает школа. Это очень важная тенденция. Разрушение школы – это весьма опасно для науки вообще, для математики в частности. Что мы стараемся делать в Московской университете? Мы прекрасно понимаем и стараемся поддерживать общий математический уровень для факультетов самых разных специальностей. Мы читаем лекции и на химфаке, и на физфаке, и на факультете у экономистов, и у лингвистов. Всем этим специальностям нужна некая общая математическая база. Без воспитания логики, к сожалению, молодой специалист в областях даже математики весьма далеких реализовать себя не может. Вторая тенденция, что мы сделали в Московской университете. Мы создали целую систему межфакультетских курсов. Каждый факультет читает курсы для остальных факультетов, рассказывая на очень простых наглядных примерах и понятиях, что происходит у них в науке, что они могут использовать. У нас, например, возник очень большой проект с биологами совместно, математики и биологи. Очень важный проект. Он развивается. Масса молодежи и математиков, и студентов биофака. И эта тенденция, мы стараемся ее поддерживать. Это очень необходимо для современной молодежи, чтобы она знала, куда она пойдет после окончания университета. И вообще, современной математики востребованы. Мы рады тому, что в последние годы у нас в университете происходит бум. Молодежь идет на математику. Не в том дело, что потом они будут заниматься математикой. Но они получают на факультете некий фундамент, в смысле воспитания логики, умения ориентироваться в реальной жизни, даже весьма далекой от математической. И очень многие наши ребята востребованы в областях весьма далеких от науки. Скажем, мы геометры, все знают слова компьютерной геометрии. Мы воспитываем, в частности, ребят, чтобы они умели владеть этой методикой. После этого они идут, ну, так же многие идут в науку, в аспирантуру, преподавать. Но многие идут, скажем, в компьютерный центр, где развиваются современные, скажем, игры, фильмы современные. Все знают фильм «Аватар» Камерона. Он был сделан людьми, которые специалисты по компьютерной геометрии. Там, в частности, наши выпускники с Мехмат там участвовали. Это нечто новое, что молодежь привлекает. Поэтому вот такой симбиоз фундаментальной науки и прикладной математики, он есть, он нужен. Мы стараемся ее поддерживать у нас в Московском университете. Спасибо, очень интересно. Насколько я понимаю, это ровно то же, что делает, или, по крайней мере, начал делать Казанский федеральный университет. Вот эти вот междисциплинарность, внедрение математики в другие отрасли, на другие факультеты или институты, как сейчас у нас это называется. Это так? Ну, нам, конечно, далеко до Московского университета в этом отношении. Но такая работа у нас действительно начинает проводиться. Вот я могу, лично мой пример. Это вот у нас есть высшая школа ИТИС, информационных технологий, информационных систем. Мы с ними сотрудничаем. Там специфические задачи возникают. Мы участвуем в их решении. И действительно, участие математиков нашего института, я считаю, что определенные пользы приносят развитию тех идей, которые они высказывают. Но, конечно, нужны вот такие связи с биологами. Об этом мы начинаем думать. Уже ведутся определенные разговоры с биологами нашего института. Между прочим, вот Анатолий Тимофеевич говорил об этом. У них вот такая работа уже ведется. И это является для нас примером. Вот узнав об этом, мы начали тоже действовать в этом направлении. У нас проводится такая работа. Но, к сожалению, пока еще это таком... Ну, лиха беда начала в таких случаях, говорят. Или как Горбачев там у нас учил, надо начать. Начать. А потом углубить. И все нормально все будет. Так что процесс пошел. Процесс пошел, да, резюмируем. Одно ваше замечание вызвало у меня. Знаете, я не хочу ни в коем случае посягнуть на идеалы современной молодежи, миллениумов, и тем более как-то задеть математиков. Но вот вы сказали, что привлекает молодежь. Вот возможность практического применения полученных навыков. В том числе. Да, в том числе, конечно. Я сейчас уйду в игрушечный бизнес, грубо говоря. А я там хорошо заработаю. Я буду себя чувствовать. Больше того, я общаюсь с разными людьми в силу профессии. Да и помимо профессии, в том числе и с молодыми. У меня складывается ощущение, что вот некое, если я не ошибаюсь, все-таки увеличение притока в математические направления молодых людей. И, кстати, на физику, на физический факультет. У нас в университете и на математику, и на физику сейчас идет рост. Так вот, по некоторым наблюдениям, я могу сто раз ошибиться, вы меня сейчас поправитесь, поправите, конечно. Конечно, эти молодые, они хитрые такие, они прагматики, они просекли в какой-то момент, что математика и физика очень хорошо дисциплинируют и форматируют мозги, если можно так выразиться. Они учат системно мыслить, они учат ставить задачи, они учат постепенно, да, шаг за шагом, степ-бай-степ, достигать промежуточных и конечных результатов. Что, как легко догадаться, чрезвычайно полезно для любого бизнеса в любой сфере жизнедеятельности. И здесь каратейки уже были упомянуты в фамилии величин, которые сделали возможным кибернетику, компьютеризацию, всеобщую интернет и сопутствующие моменты. И вот эти части, да, приложения, да, практические приложения математики, они, в общем, доступны, они мобилизуют, они вызывают какой-то интерес и приток новых мозгов, новых сил. А что с так называемой фундаментальной частью? Вот исследования, которые, да, или люди, которые ставят перед собой задачу что-то новое сказать о мироздании. Есть ли сюда приток? Не, ну, я думаю, что вот как раз задача университета и руководства университета, я бы сказал, страны, понимать, что вот этих замечательных приложений не было бы, если бы под этим не лежал реальный фундамент. Если мы не будем о нём заботиться, вот как в своё время замечательный Александр Геннадьевич Курас сказал, что если заниматься только прикладной наукой, то скоро прикладывать будет нечего. Вот сразу внушить молодым людям, что надо заниматься фундаментальной наукой, это не совсем правильно. Это более важно внушить это руководителям. Не педагогично будет по отношению к молодым людям? Нет, ну, можно говорить, но осторожно. Вы сами сказали, они сейчас там прагматично настроены и так далее. Это факт есть. Вот, но тем не менее, если говорить, все знают, что, ну, вот, какую роль там компьютеры играют в настоящее время. Но я хочу сказать, что вот 80 лет назад, это какой год, 26-й? Это математики, помогите. 36-й год. Появилась, значит, в абстрактном математическом журнале появилась статья Алана Тюринга, которая называлась «О вычислимых и действительных числах». Вот, он занимался чисто фундаментальными вопросами, но он предложил некоторую абстрактную модель устройства, которая бы моделировала вот вычисления. И машины сделали. Ну, он, как говорится, не был конструктором машины. Все там, когда говорят об истории веселительных машин, там вспоминают Бабиджа, которые там что-то вспоминают, этот Сименс. Не это привело к созданию современных компьютеров. Фактически вся компьютерная математика пошла с этой работы Тюринга, как я понимаю. Да, да, да. А идея квантового компьютера была высказана математиком Юрием Ивановичем Манином в 80-м году, что можно построить компьютер на основе квантовой механики, не Ньютоновской. И вот, пожалуйста, теперь востребована квантовая механика, квантовая теория поля для построения компьютера нового поколения, который будет действовать экспоненциально быстрее всех существующих. Но это ведь не то же самое, да, что вот этот вот нейронных связях компьютер или биокомпьютер, если его можно так назвать? Нет, не то же самое. Нет, это другой уже уровень, еще один, да? Ну, нет, ну, это, так сказать, другая ветвь, я бы так сказал, не уровень, а ветвь. Вот, но я к чему хочу сказать, что вот и даже в те времена, когда эта работа была написана, математическая логика, она только создалась, и ее создание связано было с решением внутренних проблем математики. Там возникли парадоксы всякие вот для того, чтобы их преодолеть, для того, чтобы обеспечить, чтобы математика не приходила там к парадоксальным выводам, значит, вот была создана математическая логика, в терминах этой логики там были сформулированы. Было сформулировано несколько эквивалентных определений понятия вычислимости, но вот самым удачным, самым понятным, так сказать, было вот это определение Чюринга, в котором он решал совершенно абстрактную задачу. Но если говорить там о пропаганде перед школьниками, будущими студентами, то призывать их заниматься фундаментальными вопросами математики, вот мне, например, сложно. Но объяснять, что вот появление этого, как я сказал, раньше говорили, для чего физика нужна. Ну, физики же придумали ядерную бомбу, всем становится понятно. А я говорю, математики теперь с полным основанием могут говорить. Математики придумали вычислительные машины. И это факт. Вот это факт, который вообще полезно бы всем знать и время от времени об этом говорить. А теперь кому-то придет в голову, что все же уже открыто. Все же уже есть. Нет? Ну, с другой стороны, вот уже упоминали там, значит, и квантовые вычисления, и нейровые вычисления. Но ведь я хочу сказать, что и то, и другое направление, оно не возникло от решения конкретных прикладных задач. Ни одна корпорация не задала математикам вопрос и обещала деньги за разработку квантового компьютера. Вот две вещи, да, там, ну, по канту, что звездное небо, нравственный закон. А вот если сейчас по теме нашей беседы, давайте попробуем, объясните мне, пожалуйста, и, возможно, нашим телезрителям тоже. Вот я не могу понять, вот не хватает у меня, да, воображения и ума для того, чтобы понять. Вот молодой человек или уже не очень молодой человек, зрелый, да, садится, придумывает себе сначала какой-то посыл, да, какой-то тезис, да, там, я не знаю, степень их счисления или еще о чем-то. И начинает вокруг этого выстраивать, выстраивать непротиворечивые решения, противоречивые. Может ли одна вещь отвечать там двум решениям сразу, да, такие какие-то вещи. И вот он, это космос какой-то, вот что движет такими людьми, и вы, кстати, к ним относитесь, да, в той или иной степени, чтобы вот взять и вот этим заняться. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса, вот вы упомянули, да, что ни одна корпорация, крупная, современная, она ведь не ставит перед своими сотрудниками или перед учеными университетов, институтов, с которыми они там поддерживают контакты, делаю, они же не ставят перед ними задачу, а давайте-ка сделайте что-нибудь такое фундаментальное, но дают деньги. Как они угадывают, куда дать деньги? Совсем уже у меня обывательский такой какой-то вопрос. Ну вот я боюсь, что в России пока не угадывают, вот у меня такое впечатление. Так я почему и спрашиваю, как они-то угадывают, как угадывают у вас, в теперешнем вашем месте приложения сил? Нет, ну я бы хотел, хотел все-таки, может быть, немножко в другом направлении. Слово угадывает. Ну я утрирую. Ну развитие науки в тех же Соединенных Штатах, оно, конечно, поддерживается и этим самым, но я пытался вот убедить и сказать, что раз школьников трудно убедить, что не надо забывать о том, что нужно заниматься фундаментальной исследованием, к сожалению, и руководителей. Иногда руководителей вузов там хуже руководителей страны. Уговорить, убеждать, что деньги, которые Академия и наук платят, на самом деле необходимы. Вот что они необходимы для государства, для развития государства. Что государству, у которого не будет хорошей науки, не будет и хорошего образования, а следовательно, в конце концов, ничего хорошего не будет. А я тут добавлю тому, что сказал, Юрий Григорьевич. А государству, в котором не будет хорошей математики, в нем не будет хорошей науки. Это вот я бы сказал, гарантирую. Ну это да, да. Это можно назвать аксиомой, да? Я боюсь, что это, наверное, теорема, но доказывать ее наши руководители не умеют. Множество способов. Вот поэтому мы боремся против ЕГЭ в Московской университете. Это очень вредная система. Мы это видим много лет. Она очень сильно испортила молодежь. Это знание на флешках, наверное. Это знание на флешках. Это тоже. Да, да, что-то вроде, да. Это воспитание не ученых, не математиков. Это воспитание рассчитано, грубо выражаясь, на обезьян. Поскольку при ЕГЭ вымывается идея доказательства. Ребята не доказывают, а должны выбирать, тыкая пальцем в квадратике, на идее правильный ответ. Доказательство впитывает логику. Чем раньше ребята это осознают, тем будет лучше им в дальнейшем. Поэтому идея ЕГЭ очень вредная. Сейчас, конечно, есть некая правильная тенденция. ЕГЭ превращается более-менее в старую форму экзаменов. Это очень медленно происходит. И на самом деле... В правильном направлении. И действительно, в последние годы молодежь стала лучше, когда все-таки ЕГЭ подкорректировали под старую систему образования. Но изначально идея была очень вредная. Ну, я как гуманитарий могу вас здесь абсолютно обеими руками поддержать. Потому что вы говорите о деградации логического мышления, далее не развития. Я могу сказать, что по той же литературе, по русскому языку, ну, прежде всего, конечно, литературе, когда тоже нужно тыкать, угадывать, там какие-то атрофируется воображение, атрофируется способность излагать свои мысли, свои чувства. То же самое. Но, кстати, прозвучало здесь что-то по поводу обезьян. Вот я был совершенно молодым репортером, когда пошли эти станки с ЧПУ, да, с числовым программным управлением. И на одном здесь тогда страшно закрытом заводе они появились. Вообще, это было, конечно, впечатляющее зрелище. Там все, что-то крутится. И я запомнил реплику начальника цеха. Он мне показывал все это хозяйство. Говорит, представляешь, какая везуха. Я теперь могу обезьяну сюда поставить. И все будет то же самое. Все будет к вопросу о флешках, о готовых решениях, о некоторых блочных таких решениях. Все говорят, что ЕГЭ – это вредно, но, тем не менее, она существует. Вот это парадокс. Так вы знаете, и алкоголь с наркотиками существует. Нет, это разные вещи. Я не знаю, ни от каких потребителей испытывают удовольствие. Вот от ЕГЭ не испытывает удовольствия никто. Никто. Тем не менее, она существует. Вот это совершенно непонятно мне. На самом деле, есть один аспект, который, конечно, как говорится, отвлечь нельзя. Назвать его положительным нет. Я скажу, почему я не считаю это положительным. Это все-таки дает социальный лифт. Вот если ты находишься, грубо говоря, в дальней деревне, получил хорошее это, ты можешь поехать в Москву, поступить в Московский университет. Раньше это было трудновато. Мягко говоря. У нас поступает с деревень, с разных вещей, с блестящими показателями ЕГЭ, и после первого семестра мы их отчислили. Это уже другое дело. Я говорю о самой возможности. Возможность, да. Но вернемся, извините, пожалуйста, вернемся все-таки к тому, кто и как угадывает, на что давать, на что не давать. Как поставлено дело сейчас с фундаментальной математикой? Ну, я много, конечно, требую, но тем не менее, в ваших краях, в США, где вы сейчас работаете, преподаете? Ну, наверное, нужно показать какую-то действительно практическую необходимость исследования, чтобы люди заинтересовались. Но, нет, конечно, во-первых, там намного больше денег, и люди могут рисковать. И возвращаясь к тем же квантовым компьютерам, которые были, так сказать, предложены 35 лет тому назад, наверное, только появление алгоритма Шора, так сказать, привело к практическим результатам. Алгоритм Шора дает разложение числа на простые со множители экспоненциально быстрее, чем любой алгоритм, который мы знаем. Да. Очень интересно. Вот. И это разложение числа на простые множители является основой криптографии. То есть все наши, так сказать, секреты заложены в разложение... Сейчас мы опять к энигме вернемся, да? И к тому же тюрингу. Так вот, Microsoft создал New Station в Санта-Барбаре, где, так сказать, основным специалистом как раз назначили филдского лауреата, специалиста в топологии, которой я занимаюсь, Майкла Фридмана. И они, так сказать, давали им, платили очень хорошие зарплаты с тем, чтобы люди просто занимались фундаментальной наукой. Так, в их случае импульсом для того, чтобы профинансировать были перспективы в криптографии? Думаю, да. Все-таки? Думаю, что да. Первый посыл. Но, конечно, движущей силой этого направления является, так сказать, тоже Китаев, Алексей Китаев, знаменитый физик, который предложил идею топологического квантового компьютера. О том, как частицы, так сказать, в процессе движения заузливаются, в траектории заузливаются. И вот поэтому пригласили Фридмана, и это, так сказать, там развивается. Затем, два года назад, совместно Google и NASA купили первый квантовый компьютер D-Wave, который, на самом деле, я могу математически доказать, квантовым компьютером не является. Но он хорошо и быстро решает задачи оптимизации. А для нас, так сказать, это вычисление полетов, самолетов, это очень важно. Но вот, тем не менее, у них есть средства на то, чтобы вложить, на то, чтобы, так сказать, запустить этот процесс. И, видимо, индустрия будет теперь этим вопросом интересоваться. Вот, а вот, на самом деле, квантовая наука, вся эта в Казани тоже очень развивалась хорошо. Развивалась и? И продолжает развиваться. У нас на факультете, дальше ВМК называли, то есть название сейчас я не знаю, там веселые группы людей, вот под руководством Шамиля Толгатовича Иш-Махаметова, моего ученика, они разрабатывают вот тоже криптографию. У нас на кафедре теперь тоже начали разрабатывать некоторые проблемы, связанные с криптографией. Ну, о серьезных результатах пока рано говорить, но уже молодежь тянется, потому что действительно популярность ради молодежи. И сильные коллективы у нас уже задействованы, и, я думаю, вот какие-то результаты должны быть получены. Еще раз все-таки этот акцент повторю. Вот с точки зрения финансирования. Давайте посмотрим на бюджет Центрского университета, в общем, не углубляясь постатейно. И, например, я не буду говорить о Казанском университете, при всем моем уважении, но хотя бы вот на бюджет МГУ или на бюджет Новосибирского отделения Академии наук. Это сопоставимые величины? Нет, конечно. Разница в один порядок, в два порядка. Ну, думаю, что в два порядка. В два порядка, да. С потрудом, но разница огромная, конечно. И даже дело не в Стэнфорде, все-таки это Майкрософт финансирует. Ну, я условно говорю просто для того, чтобы понять, кто на что идет. Это же опасно вообще, да? Это венчурные вложения такие. Там сколько? 20% только в лучшем случае дает. Там большой риск. Большой риск, да. А деградация страны, к сожалению, не рассматривается как большой риск. Я-то считаю, что это куда больший риск. Вы сказали репутация страны? Деградация. А деградация страны? Нет, нет, деградация. Ну, в общем, да. Ну, были же сторонники идеи, да, что страна, это вот такая корпорация России надо выстроить. И, по-моему, ее начали выстраивать, но как-то на таких принципах, очень уж приземленных к вопросу о горизонтах мышления, что рисков деградации гораздо больше. И в связи с этим не очень приятные, продолжим не очень приятную ноту, которая вот у нас возникла сейчас. Мы говорили об этом до начала эфира, что общепризнанным или общепринятым является, что наука не имеет границ, настоящая наука, вот там все нипочем, мы общаемся, мы сотрудничаем. И я понимаю, что это действительно так, да, что общение, сотрудничество имеет место. Но когда дело доходит, вот я же не случайно, есть оговорка по Фрейду, а у меня ослушка по Фрейду, я вместо деградации услышал репутацию. Но когда дело доходит до репутационных моментов, да, мы все равно смотрим, а вот это вот математическая вот школа там в США, а вот это вот уровень математики в российской, а вот теперь у нас там Индия, да, со своими там, которые коды пишут супер-пупер программистами. Если смотреть с этой точки зрения, применительно к математике, можно сказать, что есть какие-то, какая-то страна или группа стран, которые однозначно доминируют и вот оторвались настолько, что вот как в свое время арабы, да, там, которые диктовали, да, насколько я понимаю, основы счисления простейшие. Что по этому поводу можно сказать? Ну, как мы решили, что математикам много денег не нужно, и открытие происходит в какие-то доли секунды, поэтому потенциал человеческий огромен в России. И я не вижу, вот действительно только лидеры нужны и хорошие учителя, и, так сказать, все это должно восстановиться. Нужен какой-то бульон для лидеров? Их тоже ведь что-то должно вскармливать, да? Наверное, неплохая зарплата поможет. Неплохая зарплата поможет. А такие отвлеченные, ну, назовем их идеологемами, да, моменты, как вот мы говорили сейчас о деградации страны, о чести, о том, что мы вот такие, да, а мы вот в Якутии взяли и порешали там все то, что не могли где-то, грубо говоря, в Подмосковье решить. А мы вот такие, Якуты, вот мы способны. Это имеет какое-то значение? Для появления лидеров. Для того, чтобы... Извините за пафос, но я так понимаю, что должна быть какая-то цель у человека. Причем такая большая цель, чтобы он взял на себя ношу лидерства. Вот взять и однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Понимаете, все зависят от условий. Вот Надежда Александровна правильно говорила, потенциал огромный. И много людей, которые могут быть лидерами. Но время сейчас такое, что очень много соблазнов. Надо достаточные условия, хорошие, достойные условия жизни создать. Вот возьмем филцевских лауреатов. Это эквивалент Нобльской премии в области математики. Сколько филцевских лауреатов у нас в России, российских? Полно, много. Но почти все они находятся за рубежом. Если бы они здесь оставили... Вот ненавний лидер. Сергеев, да? Воеводский. Смирнов. Смирнов, Воеводский, Концевич. Они все там. Они могли быть лидерами, руководителями коллективов у нас в России. И сколько еще молодых людей, которые станут лауреатами филцевских медалей, и тут же будут они востребованы на Западе. Запад очень тщательно следит на конференциях. Вот этот молодой человек из России, они понимают, что Россия такая потенциально очень богатая лидерами страна. С вами это так произошло? Они присматриваются и уводят. С ее мужем так получилось. С мужем получилось так? Потому что вы рассказываете, а я уже смотрю в эту сторону, думаю, как так получилось, что вот вы оказались в Стэнфорде. Капранов, это был очень талантливый математик, как я понимаю. И вот он получил приглашение в Соединенные Штаты Америки. Надежда Александровна с ним поехала. Правильно я излагаю события. И вот теперь они уже американские математики. А могли быть лидерами у нас здесь, в России, если бы нормальные условия. Вот, Анатолий Тимофеевич, сколько московских математиков сейчас работает за рубежом? Огромное количество. Огромное почти все. Во многих ведущих центрах Англии, Германии, Штатов, вот я там бывал неоднократно, и мои коллеги, происходит следующее. Происходят научные семинары, скажем, где-то в Германии. Они ведутся по-русски. Потому что бессмысленно... Подавляющая часть участников – это наши математики. Это типичная картина. Германия, Англия, Франция. Это бывает очень часто. Поэтому, конечно, сманивание молодежи – это некое политическое... Это деньги. Конечно, когда молодой человек... А вот Ноблевские лаврияты, новоселов... Его сманивают. Да. Они же тоже наши, да? Они тоже наши, они российские математики. Ну, многие с удовольствием и Брина относят к нашим. Хотя там, с моей точки зрения, очень мало чего нашего. Вот он, по-моему, ребенком ведь... Знаешь, это да, да. Два слова. Буквально ваша оценка. Я попрошу, коли уж мы заговорили о том, как, кого, кто и как сманивает, и что многие конференции, семинары за рубежом проходят математически на русском языке, нет смысла переходить на английский. Удивительно. Вы слышали, конечно, да, об этой идее нашего правительства быстренько что-то там собрать, какой-то пул денег, и 15 тысяч ученых, которые уехали за пределы Российской Федерации в постсоветский период, вернуть. Как вы относитесь к этой идее, и если вы знаете, как она реализуется? Эта идея не сработает. Идея, что мозги можно купить, и их выписать из Австралии, из Германии, еще от кого-то. Идея, может быть, для администраторов естественная, и понятная, есть деньги, почему бы не купить. Когда нужно, купим то-то, купим то-то, купим то-то. Эта идея не работала, думаю, не сработает. Как футболистов. Извините меня великодушно за то, что я перебиваю. А разве США ведут себя не так? Разве они в течение 200 лет не скупают интеллектуалов по всему миру? Они это делают много лет и целенаправленно. И на это дело выделяют большие деньги. А идея нашей администрации, современной, купить уже готового специалиста и выписать. Надо вложить деньги в школу и воспитание. А потом дать достойную зарплату выпускнику, чтобы он не искал, где ему жить с молодой женой и с ребенком. И не выезжал по этой причине на Запад. Надо вложить деньги в школу и в молодежь, в университеты. Сейчас определенная работа в этом направлении начинает проводиться. Вот система федеральных профессоров. Вот я считаю, что это очень хорошая инициатива. Вот у нас в Казанском университете есть федеральный профессор. Появился этот молодой талантливый математик, Искандар Шагитович Калимуллин. У него доклад был на нашей конференции. И последний доклад Мельникова. Тоже разговор шел о проблеме Калимуллина. Март Мерзавич, простите, а что это значит федеральный? Федеральный профессор, это означает, что у него устойчивая зарплата. 100 тысяч рублей. Высокая, да. И он освобождается фактически от нагрузки. Это по аналогии профессор до конца жизни во многих американских университетах, насколько я понимаю. Ты достигаешь определенного уровня, ты получаешь этот статус, и ты становишься неприкосна ему в определенном смысле, да? И нет соблазна отвлекаться. И нет соблазна, да, бегать там по... Очевидно, Искандар никуда не поедет, потому что у него очень хорошие условия теперь здесь. Создаются международные математические центры. Тоже очень хорошие инициативы нашего государства. Вот у нас один из центров, вот Новосибирск, как я знаю, один центр, Москве, четыре центра. Один из них в Казани. Тоже хорошие деньги выделяются. Выделяется направленность, конференции проводить, поддерживать молодежь. Тут очень много возможностей. Так что какая-то работа начинает. Государство начинает понимать, что, как Юрий Леонидович говорил, что речь идет уже об опасной деградитации нашего общества. Это если игнорировать направление науки. Не только математики. Не только математики, да. Науки, культуры, этические нормы и так далее, и так далее. Я не буду задавать вам этот вопрос, но гостей все-таки спрошу. Вы вот некоторое время провели здесь, в Казани, в стенах Казанского университета, который теперь у нас федеральный университет. Вот видите, уже и профессор федеральный появился. И, как я понимаю, один из центров математической подготовки – это Казань. Конкретно Казанский университет. Без комплементарности. Я попрошу, без комплементарности. С вашей точки зрения, где, что сейчас в Казанском федеральном университете с подготовкой специалистов, с научными исследованиями в области математики, в частности, или в основном, если вам это удобнее? Я услышал несколько очень интересных докладов молодых казанских математиков. Здесь на конференции. Я был очень рад этому. Совершенно неожиданно наши исследования в Москве, оказалось, перекликаются с некими казанскими исследованиями. Я это узнал. Впервые был очень рад. Поэтому без всяких комплиментов. Совершенно искренне. Есть молодежь. И она стремится расти. Уже в значительной степени вышла на передний фронт. Топология и геометрия. Это очень важный эффект. Проблема лидерства сохраняется, насколько я понимаю. Лидеры нужны. Как мы уже говорили, должен быть лидер, который вокруг себя сплотит школу. Пока, может, такого ярко выраженного лидера здесь, в Казани, нет. Но будем искать. Я думаю, либо вырасти тут, либо, может, будут пригласить какого-то молодого специалиста. Лидер нужен. Нужен некий мотор, который за собой будет вытянуть коллектив. Это совершенно необходимо. Да, геометрия. Очень короткий вопрос по поводу, как сказали бы, бюрократа полувозрастного состава. Ну, возрастного в данном случае я имею в виду. Если говорить о математиках, допустим, в Соединенных Штатах, я этот вопрос затронул. Но мы как-то ушли от того, какая страна, какое государство лидирует. И в России, насколько сопоставимы современные математики, которые занимаются прикладными дисциплинами и занимаются фундаментальными исследованиями. Это кто? Это люди за тра-та-та или это люди до в массе своей? Кто доминирует? Это стареющая область знания или это молодеющая область знания? Совсем уж я грубо скажу, с вашей точки зрения, если посмотреть на ситуацию в США. Ну, судя по возрастным рамкам филсовской медали, считается, что математик должен произвести основные результаты до 40 лет. Но это требование филсовского комитета? Да. А реальная обстановка-то, вот этот ареал, он кем заполнен? Тем, кому до 40 или тем, кому уже хорошо после? В Америке очень популярны конференции, на которые, опять же, есть деньги. То есть очень легко и много путешествуют аспиранты по своим тематикам, общаются. За счет устроителей конференций? Да, и за счет научных руководителей. За счет университетов. Вот, поэтому огромный поток информации идет. С другой стороны, поскольку сейчас все практически можно найти в интернете, может быть, это упрощает в российской ситуации. То есть ты можешь посмотреть фильм о том, как проходит конференция в Америке. Ну да. Поэтому было бы желание, а, так сказать, все это упрощается. Ну, все-таки я понимаю, это люди до 40, да, в массе своей, вот, те, которые кочуют по конференциям, которые занимаются какими-то исследованиями, я сейчас говорю о Соединенных Штатах. Да нет, это зависит от личной какой-то активности, я думаю. То есть нельзя говорить о вот преобладающей какой-то страте там возрастной. Нет? Нет. Что касается нашей страны? Ну, слава богу, здесь была и молодежь, но и был вот человек, академик из Таджикистана, возрастной выпускник, кстати, Казанского университета, который просидел все пленарные заседания. Он немножко глуховат, поэтому иногда и мешал, но сам факт интереса... Но это делает честь человеку. Нет, я его потому и привожу. С другой стороны, я должен сказать, что вот молодежь вот пришла, посмотрела на этого старичка. И упорхнула. Нет, нет. И подумала, отчего это он, как говорится, мог бы и на покое сидеть бы и что-то думал. И как по-вашему, эта реакция со знаком плюс, со знаком минус, вот они посмотрели вот на него? Я надеюсь, что со знаком плюс. Ваша точка зрения? Ну и так, то, что я наблюдаю у нас в Московском университете, все-таки молодежи очень много, вот некий, некая вот такая грань, вот до 40. У нас очень много защиты и очень ярких работ. Люди, которые не старше 30 лет, 35 лет, это было всегда. И сейчас, в последние годы, их нас все больше и больше. Это сохраняется. Специфика математики. Это очень увлекательная наука. И далеко не все хотят идти в какие-то конкретные реальные приложения, там, в бизнес, в компьютерную геометрию. Очень много ребят увлечены именно фундаментальной математикой. Математика – это некий особый мир. Это что-то на грани искусства, мировоззрения, даже немножко религии. И молодежь – это увлекает. Это специфика науки. Поэтому, слава богу, не иссякает, думаю, и не иссякет такая волна молодежи, увлеченной именно этой стороной математики. А это в молодом возрасте. Это школа, вода там. И вот надо бы их сохранить. А, к сожалению, здесь нет государственной заботы о сохранении вот этих увлеченных молодых людей. Ну, вернее, малая забота. Могли бы куда лучше заботиться. Математика вообще, в принципе, в основе своей глубины основана на вере? Нет. Нет? На вере нет. Ну, это некая… Это аналогия. Ну, как сказать, вот аксиоматический подход. Вот вы выдвигаетесь какую-то, а потом ее начинаете всячески… Это наука… Она же выбирается. Нет, ну, это наука молодых. Молодых. Она в каком-то смысле… Вы должны знать аксиоматику, владеть логикой, и вы уже погружаетесь в мир математики, начинаете делать новые результаты, будучи очень-очень молодым. Это специфика в науке. Физик сложнее, нужен эксперимент. Там люди становятся экспериментами позже. Математика и искусство молодых. И надо поддерживать. Это нехорошо, когда, скажем, тоже у нас в Московском университете, когда факультет заканчивает эксперименту, замечательно, молодые математики, мы им предлагаем остаться на работу в университете, на кафедре. Дальше они всегда соглашаются, они говорят, что, да, замечательно, моя мечта с детства была учиться, работать в МГУ, это как бы некий идеал вот мой. Но у меня семья, у меня жена, ребенок, а мне нужна квартира на всю зарплату, я ассистент или даже доцента, я не могу купить квартиру. А, к сожалению, четкой программы, постоянной выделения квартир для молодежи пока даже у нас нет. Это некая проблема. Именно поэтому, когда люди смотрят интернет, имеют предложение, скажем, не знаю, из Штатов, из Германии, где им предлагают финансово своего лучшего, ребята уезжают. Это проблема. Это дело государства. Об этом подумают. Государство соорудило Сколково. Государство сейчас на уровне взаимодействия с Федеральным министерством связи. Здесь уже татарстанское правительство затеяло Иннополис. Это в том числе и предоставление неких комфортных условий для творчества, для работы. Это приличные зарплаты и так далее. Это вот новообразование, назовем их так. Да, существуют академгородки, наследие Советского Союза, которые были в свое время очень плодотворно работали. Это завершающий, наверное, уже сейчас вопрос. И опять же, отсылая к опыту, как Владимир Владимирович Путин любит выражаться, нашего партнера США, как построена работа там. Вот с вашей точки зрения, уважаемые академики, Марат Мюзайевич, что это перспектива или все-таки может быть проще и дешевле и как намоленные места, да, я возвращаюсь к этому образу, было развивать академические центры, существовавшие, а не строить на пустыре тот же самый Сколковский центр или вот сейчас Иннополис. Или здесь нет какого-то однозначного решения? Нет, ну я одно могу сказать, что, ну вот эти научные центры, ну скажем, если говорить о Новосибирске, то я считаю, что если бы те деньги, которые потрачены на Сколково, потратили бы на, как говорится, внедрение новой жизни в Академгородок, эффект был бы куда быстрее и куда лучше. К сожалению, ну вот есть, не знаю, это кто-то недавно, по-моему, цитату Форда привел, что бойтесь дураков и инноваторов, ну вот тех, кто все хочет заново построить. Ну мы тоже ведь проходили. Мне кажется, математики инноваторов должны любить, они выдвигают или формулируют какую-то идею, конструируют, я не знаю, там квантовый компьютер, а инноваторы его потом коммерциализируют. Где, может, я неправильно сказал, реформаторов. Вот постоянные реформаторы на самом деле являются бичом нашего общества. Эта идея создания нового центра, в принципе, хорошая. При условии, если при этом, будет сначала поддержанный старый научный центр, который есть традиция. А зачем-то тратить деньги на пустое место. Вот у нас инополис тоже пример. Очень многие наши талантливые ребята туда уходят. А что получится, еще непонятно, вот, инополис. Я надеюсь, что там все замечательно и действительно это направдает свое создание. А вот то, что от нас уходят люди, это факт. Туда уходят. Тоже процесс пошел. Пошел уже. Вот кафедра геометрии фактически огорелась из-за этого. Да. Насчет уходят от нас, я вернусь к старому. Вот тут про ЕГЭ. Я сказал, что есть как бы одна положительная сторона, что люди имеют возможность уехать в это. Но есть в этом и отрицательное. Я вот уже сказал, что, скажем, Новосибирский университет, для того, чтобы иметь своих хороших студентов, проводит олимпиады, есть физико-математическая школа. Они, естественно, сдают хорошо ЕГЭ и уезжают в Москву и Санкт-Петербург. Они идут в Новосибирский. Ну, не все, конечно. Но есть вот такой эффект еще. Ну, этот пылесос ВИЗ-9 работает, так, насколько я понимаю. Да, из Казани едут в Москву, из Москвы едут в Берлин, грубо говоря. Потом едут еще дальше. Мы как бы обсуждали положительные или отрицательные свойства ЕГЭ. Вот есть еще одна часть. Возвращаясь, Надя Александровна, все-таки, чтобы закончить эту тему, мне кажется, что уже потраченные деньги, уже построено, поэтому хорошо бы, так сказать, эти... Разумным образом... Чтобы они не тянули из фундаментальной науки, а прикладывали к каким-то практическим задачам. Но чтобы это не было профанацией, и какой-то, видимо, серьезный научный, может быть, комитет должен решать разумность этих инноваций. Я сторонник фундаментальной науки, безусловно. Но раз уж построили, что теперь? Не разрушать же? Да. Ну, пусть строят квантовый компьютер, что ли? Ну, по-моему, они нацелены не столько на фундаментальные исследования, сколько все-таки на развитие прикладных исследований. Нет, ну, с другой стороны, если бы это была налаженная система, проблема внедрения фундаментальных результатов, грубо говоря, в народное хозяйство, она реально существует, конечно. И если бы был найден разумный механизм, который, ну, опять же, как говорится, не за счет фундаментальной науки, если будем только приложениями заниматься, то что будет? Некомон прикладывать, да. Некомон прикладывать. Ну, вот, например, Курсера, которая возникла в Стэнфорде. Вот Иннополис мог бы, так сказать, приглашать выдающихся профессоров Казанского университета, создавать им условия, чтобы они прочитали курс лекций, который те выставят, так сказать, ну, онлайн, и все могут ознакомиться с этим. То есть это могла бы быть действительно позитивная деятельность, а не просто то, что они, так сказать, вытягивают самых талантливых студентов, а те начинают преподавать на полисе. В общем, я понял из нашей беседы, что, несмотря на все достижения математики, многие проблемы математическими методами решены быть не могут. Да. Не в чищении. Но я это не к тому, чтобы выразить вам соболезнование сочувствия, я это просто к тому, чтобы наша аудитория не полагала, не возлагала уж очень большие надежды или исключительные надежды только на математику. Нужно еще очень много. Наука знает много гитий, как сказано было в свое время, да, и это очень важно. Я хочу вас поблагодарить за терпение, с которым вы отвечали на мои дилетантские вопросы, за проведенное в этой студии время, за то, что конференция, благодаря в том числе и вашим усилиям, прошла успешно, закончилась, и, как вы уже сказали об этом, была очень масштабной, впечатляющей, и чтобы такие конференции продолжились, в том числе по тем же самым поводам, по которым проходила нынешняя конференция. А нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня в программе КФУ «Вчера, сегодня, завтра» у нас в гостях были академик Юрий Леонидович Ершов, Анатолий Тимофеевич Фоменко, профессор Стэнфордского университета. Я преподаю в Санта-Кларе, но... Она уточняет, Надежда Александровна Широкова, внучка и дочь, которая сейчас преподает в Санта-Кларе, и один из вдохновителей организаторов и движущих сил сегодня закончившейся международной математической конференции Марат Мирзович Арсланов, зав. кафедры Института математики и механики именно Лобачевского Казанского федерального университета. Спасибо вам большое за внимание, до новых встреч, и вам еще раз большое спасибо всем. Вам спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok